Андрес Инъест Фуэнте-Альбилья — непримечательный городок, расположенный между Мадридом и побережьем Средиземного моря. Единственное, что до появления на свет Андреса Инъесты привлекало тут туристов — ярмарки оружия, в первую очередь лучших в Европе ножей, которые местные мастера производят с 16 века. Почти все коренное население Фуэнте-Альбилья занято в сфере обслуживания. Они работают в гостиницах, ресторанах и забегаловках. Родители Андреса Инъесты работали официантами, но их сын никогда не видел себя в этой профессии. Отец Андреса Хосе Антонио понимал это, потому всячески поощрял тягу сына к футболу. Мальчик днями пропадал на спортивной площадке до наступления темноты, а когда прожекторы гасли, бил поворотом наугад. Когда мальчику исполнилось семь, отец отвез его в соседний город Альбасете, где выступала одноименная команда. Туда его не приняли, а оказался слишком мал. Зато талант мальчугана разглядел знакомый отца Педро Камачо, брат Хосе Антонио Камачо, который в будущем встанет у руля Севильи, Реала и сборной Испании. Три раза в неделю отец возил Андреса в Альбасете 50 километров в одну сторону. Так продолжалось пять лет, пока в клубе Альбасете не осознали, какой талант профукали. Иньесту быстро забрали обратно, и он стал лидером команды. Он обыгрывал сверстников как высококлассный профессионал, забивал по 5-6 голов за матч и вскоре на одном из турниров попал под прицел селекционеров Барселоны. Кто бы знал, что через 20 лет этот мальчик спасет Альбасете от банкротства. Педро Камачо вспоминает, мяч был приклеен к его ноге, никто не мог его остановить. Он раз за разом обводил всю команду и забивал. Как-то я осторожно сказал ему, «Дружок, попробуй делиться мячом с остальными». Он внимательно посмотрел на меня и ответил, «Да, сеньор». В 14 лет родители впервые отвезли Андреса в Ла Массию. Он вспоминает, что это был худший день в его жизни. Мама постоянно плакала, отец ничего не мог сказать, а сам Андрес не проглотил и кусочка еды. Тем не менее, отец старался подбодривать его. Напоследок папа сказал ему, «Возможно, поезд твоей мечты пройдет в жизни лишь раз». На следующий день семья уехала обратно, а Андрес остался в Барселоне, в 500 километрах от родного дома, где в его комнате висели портреты Микаэля Лаудрупа и Хосе Пагвардиолы. Первые месяцы были худшими в моей жизни. Поначалу я даже плакал, когда приезжал домой на выходные, признавался инъеста. Но потом перестал переживать, потому что наконец осознал мотивацию. Нельзя ошибиться, нельзя подвести семью. Надо идти до конца, раз решил стать футболистом. Он отправит на пенсию нас всех. В Ла-Массии таланту инъесты помогли еще больше раскрыться. В 1999 году он забил прекрасный победный гол в финале детского турнира. Мальчика и его команду вышел поздравить кумир Хосе Пагвардиола. Ту фотографию Андрес хранит до сих пор. Через год его вызовут в сборную Испании до 16 лет, вместе с которой инъеста возьмет юношеский чемпионат Европы. Трудолюбие и талант полузащитника были замечены в первой команде. И в 2001 году тренер Барселоны Сера Феррер пригласил 17-летнего юношу на тренировку с первой командой. Андрес долго блуждал по базе и никак не мог найти раздевалку. Когда он совсем отчаялся, понурил голову и пошел домой. Навстречу ему попался Луис Энрике, звезда того состава и будущий тренер инъесты, который провел его на тренировку. Когда игроки первого состава увидели, что умеет этот юноша, Гвардиола шепнул Хаве, «Попомни мои слова, ты отправишь на пенсию меня, а этот парень отправит на пенсию нас всех». Совсем скоро инъеста дебютирует за первую команду и начнет восхождение наверх. Забьет дебютный гол в Кубке Леванте, а затем впервые отличится в Ла Лиге после комбинации с Луисом Энрике и Хаве. Главный тренер Барса Луи Ван Галл был очень доволен. Сменщик Рональдиньо С приходом голландца Франка Райкарда в Барселоне назрела мини-революция. Новый тренер избавился от третьей состава и стал подтягивать к основе инъесту. Чаще всего Андрес выходил на замену, подменяя в конце матча Рональдинью или Деку. Но потом на Барсу обрушилась эпидемия травм. Сначала вылетел Хаве, затем Рафа Маркес и инъесте пришлось затыкать дыры в центре поля. Он старался изо всех сил. И вскоре Райкард осознал, что в его распоряжение попал настоящий бриллиант. Инъеста почти не терял мяч, обводил нескольких соперников по щелчку пальца и выпиливал фантастические разрезающие передачи. Правда, забивал совсем редко, но отличаться и без него было кому. В сезоне 2003-04 инъеста провел 38 матчей, больше, чем кто-либо другой в команде. А в финале Лиги чемпионов 2006 года поучаствовал в ответном голе в ворота Арсенала. Тогда же инъеста дебютировал за сборную Испании в товарищеской игре против России. На чемпионате мира 2006 сыграл против Саудовской Аравии, но в национальной команде пока оставался на вторых ролях. Затем для Барселоны настали трудные времена. За два сезона синегранатовые выиграли только один трофей — Кубок Испании. В 2008 году руководство отправило Райкарда в отставку, а его место занял Хасеп Гвардиола. И под началом своего кумира инъесте суждено было вырасти из перспективного полузащитника в гения. Постоянный прогресс на тренировках и на поле во время игры помогали ему стать надежной опорой Барселоны. В наше время одним из самых редких качеств становится надежность. Чемпион мира и Европы Я мог бы очень долго говорить о том, какое значение для Барселоны и футбола имеет Андрес. История Барселоны последних 15 лет была бы невозможна без него. Я хочу поблагодарить его. Ведь просто играя и творя на поле, он помог мне понять футбол лучше. Ему не нужно красить волосы, носить сережки или делать татуировки, чтобы быть лучшим, говорил Хосеп Гвардиола уже спустя годы. Тогда же, когда Пеп занял пост главного тренера Барселоны, он пристально следил за Евро-2008. На нем сборная Испании катком прошлась по соперникам, дважды разгромила сборную России и обыграла в финале Германию. Важнейшей частью той команды был Андрес Инъеста, который вместе с Хави и ветераном Маркосом Сенны составили невероятный треугольник в центре поля. По итогам турнира Андрес попал в символическую сборную. Тогда же Пеп осознал, что строить игру нужно вокруг Хави и Инъесты. Надо просто выписать им техничного и умного парня с пасом в подмогу. Этим человеком стал Серхио Бускетс, который тоже вписал свое имя в историю Барсы. В первый же сезон та Барселона выиграла все, что только можно, а Инъеста забил фантастический гол Челси в добавленное время, который вкупе с ошибками арбитра Эвребе позволил каталонцам выйти в финал. Этот гол был удивительно похож на тот, что Инъеста забивал в финале детского турнира, после которого его награждал Гвардиола. Теперь Хасеп несся вдоль трибун в полной эйфории. «Он не бежит, он скользит!» «Как игрок в хоккей, только без коньков», рассказывал помощник Гвардиолы Тита Виланова. Под руководством Пепа Инъеста выиграл множество трофеев и несколько лет подряд был одним из претендентов на золотой мяч. Он трижды к ряду брал чемпионат, по два, Кубок Испании и Лигу чемпионов, а на уровне сборной стал чемпионом мира и Европы. Гол в финале Мундиале стал для Андреса знаковым в карьере. С тех пор каждый стадион Испании, даже Сантьяго Барнабео, аплодируют ему в качестве признания. За год до финала скончался хороший друг Инъесты, капитан Испаньола Дани Харке. Андрес посвятил ему в финале гол. «Дани Харке навсегда с нами», гласила надпись на его футболке. Инъеста вспоминает тот гол. «Мне казалось, что я оглох, вокруг не было ни звука, только мяч, ворота и я. За несколько мгновений до передачи я инстинктивно сделал шаг вперед, чтобы не залезать в офсайт, а после, после только тишина». Инъеста стал первым футболистом в истории, который признавался лучшим в финале Лиги чемпионов, чемпионата мира и чемпионата Европы. Через девять месяцев у Андреса и его жены Анны Ортис родилась дочь Валерия. Инъеста стал не только образцом футбольного гения, но и примером того, как должен вести себя игрок за пределами поля. За всю свою карьеру он ни разу не угодил ни в один скандал. После игр он мчался домой к семье или занимался своими виноградниками в Фуэнте Альбилье. Производство вина стало большим хобби Инъесты. Почти все заработанные за карьеру средства Андрес вложил в винодельню Бодега Инъеста. Популярность Андреса помогает распространению его красных, белых и розовых вин. В 2014 году в семью Инъесты пришла беда. В марте у его супруги случился выкидыш, и остаток сезона, как и чемпионат мира в Бразилии, прошел для Андреса как в тумане. Инъеста написал, В следующие годы у Андреса и Анны родился сын Паула Андреа, чуть позже дочь Сиена. После трагедии Инъеста наконец обрел душевный покой и семейное счастье. Прощание В один момент Гвардиола устал от постоянного внимания и взял тайм-аут. После его ухода в Барселоне наступил период безвремения. При Тито Виланове команда выиграла только чемпионат. Потом была трагедия, которая ударила по всей команде. Виланова, близкий друг игроков и тренер, сперва ушел в отставку из-за раковой опухоли, а через несколько лет скончался. Это была катастрофа. Лидеры команды долго приходили в себя. При Тате Мартино команда провалилась. Встряхнуть Барсу смог только приход Неймара и Луиса Энрике. В том сезоне солировали Месси, Суарес и Неймар. Инъеста, Хави и другие отошли на второй план. Но Андрес не выступал против. Это было не в его стиле. Он просто продолжал восхищать своей магией на поле. Он выиграл еще три чемпионства и в очередной раз взял Лигу чемпионов. Гвардиола в своей автобиографии так описывал манеру игры Инъеста. Андрес – один из величайших. Почему? Потому что он мастер в соединении между пространством и временем. Он знает, где ему быть в каждом моменте. Даже в полузащите, где он окружен большим числом соперников, он каждый раз выбирает правильное решение. Он знает, как, когда, куда, всегда знает. И у него уникальная способность контролировать темп. Идти вперед, потом останавливаться. Затем опять идти вперед, потом опять пауза. В мире таких игроков единицы. Хорошими футболистами либо рождаются, либо становятся. Инъеста был хорошим футболистом еще в утробе матери. Сейчас он взял очередной кубок Испании и, скорее всего, напоследок еще раз станет чемпионом страны. За 25 лет в первой команде Барсе Андрес стал одним из лучших футболистов в истории, примером для многих и настоящим героем нации. Забив гол в финале Кубка Испании, Инъеста покинул поле в слезах. Он понимал, что скоро его карьера подойдет к концу. Через неделю он собрал пресс-конференцию. «22 года назад я приехал сюда на машине вместе с моей семьей, и сегодня они здесь, со мной. Тогда я думал только о том, чтобы добиться успеха, и я его достиг. Я отдал все клубу, и я никогда бы не смог стать счастливым, осознавая, что я делал свою работу не лучшим образом. Если бы я представлял наилучший способ завершить карьеру здесь, то он бы стал, несомненно, именно таким. «Чувствовать себя нужным, важным и быть игроком основы. Я отдал все свои силы и всю свою душу Барселоне, и думаю, что тот самый момент настал». После этих слов Инъеста разрыдался. В прошлом видео мы спросили вас. В молодежной сборной Бразилии, с которой Алвис выиграл чемпионат мира Ю-20, с ним играл футболист, с которым он позже пересечется в Барселоне. Кто это? Ответ – Адриана Карреа. Друзья, а теперь вопрос. Когда Инъесте было 12 лет, он вместо Барселоны мог перейти в Академию другого клуба? Какого?